Месяц назад вышло дополнение «Конец света». Мы знаем, что обсуждалось, да и обсуждается оно до сих пор довольно бурно. Мнения и отзывы смешаны, много негативных отзывов, много тех, кто пытается им противопоставлять какие-то плюсы, сам контент тоже пока продолжает пребывать. Нас ждут ещё новые уровни сложности налётов и ивенты. В общем, релизная пора довольно плодотворная для всякого обсуждения. А где самая главная трибуна для этих самых обсуждений? Правильно, на Reddit. Знаю, что многие игроки в русообществе там зависают не так часто, так что пришла такая идея. Заглянуть на главный собредит по Destiny и рассказать вам о том, какие темы собрали наибольшее количество комментариев и реакций, что обсуждалось больше всего за месяц конца света. Так что большая просьба, если вам понравится это видео, этот эксперимент, поставьте лайк, чтобы я понимал, что формат возможно стоит развивать. И прежде чем перейдём уже к темам, напомню, что у меня на Бусти страничке выходит дополнительный контент в виде статей и заметок. Последние вот были про утечки инфы о грядущих сезонах и о том, какие знаки и намёки в игре указывают на то, что в этом году в игру вернутся старые локации. Ссылка на Бусти, как всегда, в описании. Спасибо за подписку. Рип Лэнс Риддик Итак, темой номер один за этот месяц стала та, что отдаёт дань памяти актёру Лэнсу Риддику, озвучивавшему командора завалу в Destiny с самого её релиза. Эта новость потрясла всё сообщество. В теме на Риддите автор написал кратко «I's up Guardian» фразу, которой нас приветствовал призрак при пробуждении. Кроме того, там же на Реддит люди делились скриншотами того, как в день, в который объявили о смерти актёра, стражи собирались около завалы в качестве выражения скорби. Спасибо Лэнсу за всё, что он дал комьюнити. Думаю, нам всем будет его не хватать в игре и в кино. Среди комментариев стоит отметить сотрудников Банджи, оставивших несколько слов. Работа с ним на Destiny была самым ярким событием в моей карьере. Всё, что вы пишете о нём и каким представляете, было правдой. Лэнс – командный игрок, невероятно добрый, очень талантливый. Тебя будет не хватать, Лэнс. Поправка. Я покинул Банджи в прошлом году, так что я никак не могу повлиять на то, что произойдёт с завалой в игре. Но я уверен, что в Destiny будет как-то отражена память о Лэнсе. Спасибо, что создавал ощущение дома для многих из нас. Навеки наш командор. Пролететь сюжетку с мгновенным кулдауном крюка, чтобы, открыв подкласс, узнать, что этот самый крюк будет восстанавливаться практически минуту – сильнейшее разочарование. Начиная со второй темы, нас ждёт много негодования по поводу релиза. Да, готовьтесь. Это то, из чего практически полностью состоит этот ролик. Пользователь пишет. Я понимаю, вероятно в Гарниле это было бы плохой идеей, но во время прохождения сюжетной кампании это точно ощущалось круто. Ощущалось фаново и сбалансировано, что регенерировать крюк можно было только находясь на земле, если не цепляться за клубок. Поначалу я ожидал, что время восстановления будет составлять секунд 20, поскольку вы жертвуете гранатой ради него, а поводание крюком в противника не наносит большого урона. И я просто не думаю, что крюк достаточно хорош для того, чтобы им заменять гранату, чтобы оправдать задержку в более чем 30 секунд, не говоря уже о том, что она может быть и вдвое больше. Что ж, это отчасти та же тема, о которой я говорил в своём видосе с впечатлениями от дополнения. Что нить ощущается балдёжно, пока играешь с ней в сюжетке с обрезанным временем отката, а потом сталкиваясь с суровой реальностью, а точнее с тем, как работает кулдаун способности нити без сюжетного буста, ничего кроме недоумения под класс не вызывает. Конечно, сейчас есть поправка на то, что уже придумали разные крутые билды, и сказать, что нить однозначно слабая нельзя. Однако тогда, когда эта тема на реддите поднималась, это были такие же первые впечатления, и в комментариях в трейде полно согласных стражей из разных классов, жалуются на тройную рукопашную атаку, на общее сравнение скорости в других стихиях, и смеются со слезами от того, что по превью разработчики обещали самый быстрый класс с изменённым мувментом. Ну а получили, что получили. Это безумие, выпускать крупное дополнение, а потом говорить людям, что им нужно купить сезоны, чтобы узнать, что на самом деле произошло в сюжетке. Это просто смешно. Я всегда покупаю делюкс издания, поэтому у меня сразу есть сезоны. Но для тех, кто решает их докупать отдельно, это просто ужасно. Вы действительно собираетесь играть в эту, приводящую в бешенство в игру? Какого хрена? Что случилось с этой игрой? Почему? Почему мы занимаемся этой фигнёй после того, каким великим было дополнение Королева-Ведьма? Немного контекста. Я говорю о Вуале. Мы не знаем, что это такое и откуда она взялась. Мы не знаем, что пытались защитить и что потеряли в финале. Банжи сказали в ТВАП, что ответы на вопросы будут даны в течение следующего года повествования. Цена тут даже не главное. Это просто как получить просроченный десерт к дерьмово выполненной доставке. Кроме того, некоторые правильно сделали фантастическое замечание, что весь этот сезонный контент исчезнет через год из игры. Это значит, что эти дыры в сюжете, даже если они в конечном итоге будут залатаны, позже останутся такими же. Это очередной отстой для игроков, которые придут в игру через год. Фух, чел бомбанул и довольно справедливо. Я согласен. Я опять-таки говорил об этом в своих первых впечатлениях. Мне некоторые из вас пытались возразить, что о Вуале говорили в прошлом сезоне. Но давайте, не знаю, фигану вопрос, как много людей помнят её упоминания до Лайтфола. А сами вы, кто говорит, что о ней сообщалось для этого, вы вот прям сами помнили об этом, без подсказок с тех же форумов и ютубов. Но ведь бред же, никто про неё не знал и не помнил. Никто не понимал, зачем всё это часть сюжета. А ответ судьи, ну, мы вам в сезонах расскажем. По факту получается, что времени не было, и сюжет дополнения будет добиваться в течение года. За дополнительную плату. Ну и да, о том, что корчить из себя мега-альфа-лароведа и доказывать, что про Вуаль было известно, это такая себе затея. О чём говорится как раз в следующей топ-теме с реддита. Байв разнёс сюжетку конца света. В своём новом видео, My Name is Bive выражает своё глубокое разочарование по поводу сюжетки конца света и обеспокоенность способностью к повествованию у Банжи и будущем Destiny 2, особенно в дополнении The Final Shape. Угу, всё верно. Тема, созданная, чтобы подчеркнуть, что даже самый известный лоровед сообщества Байв признал в новом видео, что история с Вуалью – ужасный пример неспособности студии дать нам достойную историю в этом дополнении. Байв говорит, что он сбит с толку, и, цитата, «Я якобы батя лора, и даже я не знаю, что такое Вуаль». В комментариях справедливо замечает, что после столь обескураживающей сюжетки они шли за ответами к лороведам на ютюбе и заставали их в таком же растерянном состоянии. Это о чём-то договорит. И при этом люди будут здесь продолжать настаивать, что они знают, что такое Вуаль, или что это очевидно на основе подсказок в контексте. Идите нахер, чуваки, серьёзно. Слушай, а это Вуаль с нами сейчас в одной комнате. Банжи. Вот уже 4 недели, как оружие за 100-долларовый предзаказ, забагано, и его никак не исправят. Патчи к игре всё выходят, а «Артутная буря» всё ещё ни слова. В эндгейм-контенте эти недостающие 40% урона просто катастрофа. Банжи может нам что-нибудь сообщить по этому поводу? Вот, кстати, да. Автомат «Артутная буря» дважды становился героем видосов на моём канале, и дважды я его в них хвалил. Однако в нём всё ещё баг с пониженным уроном по целям с красной полосой здоровья на 40%. То же самое со зловещим касанием. Просто невероятно, что экзот, который до сих пор можно получить только купив Deluxe дополнение, остаётся забаганным. Но, правды ради, на неделе, когда я готовил этот ролик, студия сообщила, что всё же занимается этой проблемой, но её решение занимает неожиданно больше времени, чем можно предположить. Забавно, что в комментариях в той теме откликнулись люди, с удовольствием играющие с этим автоматом и даже не подозревавшие о том, что экзотик должен быть ещё лучше. Ну что, после фикса делать третий ролик с обзором на канал? Или что? С недавним нерфом, глефы стали наносить меньше урона, чем заряженная рукопашная атака с синтоцепсами. После недавнего патча я отправился на NES и замерил цифры урона на глефах с синтоцепсами и без. Как вы можете видеть на таблице, синты теперь дают лишь 50% баф для ближней атаки с глефой, в то время как для заряженных атак баф составляет 200% и больше. Если вы носите синты и держите в руках глефу, то вам буквально лучше убрать эту глефу и сделать обычный удар. Спам метательного молота намного мощнее по урону даже без стаков ревущего пламени, чем глефа. Я не понимаю, почему банджи так ненавидят идею нанесения урона вблизи к цели. Я же говорил, судя по темам, этот месяц супер недовольства. Сам я небольшой фанат глеф, но чувака знатно подогрело и я понимаю его боль, если бы мой любимый билд порезали по урону, что бы я должен был делать? Глефы и без того, ну, очень нишевое и специфичное оружие, давайте уж честно. И дополнительно рубить ограниченные возможности этих палок-ковырялок не лучшее решение. Зная банджи, они увидят эту таблицу с подсчетами и занерфают молотки титанов. Спасибо, чувак. Я устал от догадок и выдумок на эту тему, поэтому я составил наиболее полный список всего, что мы знаем о Вуале. Итак, это произносится как ВУАЛЬ. Из-за того, что ранги стражей будут сбрасываться с каждым сезоном, я правда не вижу смысла их прокачивать. Изначально я думал, что ранги стражей могли стать хорошей заменой отображаемого уровня сезона, а также стать чем-то интересным, как счетчик триумфов. Но учитывая, как легко все добираются до шестого и временное состояние с седьмого по одиннадцатый ранги, это просто не имеет для меня никакого значения. Я очень надеюсь, что мне не придется заново разблокировать слоты для наборов каждый сезон. Система рангов стражей мне сразу понравилась. В принципе, аргументы ЗА звучали похожим образом. Я даже настраивался на то, что после того, как освою основной контент дополнения и сезона, я пойду качать ранги. Но потом тоже узнал о том, что гринд циферок лишь на сезон. А также, как и большинство комментаторов в этом трейде, я считаю, что раз ранги призваны показать знания об игре и опыт отдельного игрока, то каким образом чел теряет в опыте со стартом нового сезона? Блин, у него десятый ранг, и он точно видел некоторое дерьмо. Но потом стартует и новый сезон, ранг сбрасывается, и этот исключительный страж становится на несколько ступеней ниже. Почему? Он что, разучился играть? Он забыл свой опыт или растерял знания? Да, ресетуются только синие достижение, завязанное на сезонной активности, и вроде того, но это все еще кажется недостаточным. Прохождение сезонного контента показатель того, что ты следишь за актуальным контентом, а не работаешь над своим скиллом или бросаешь кому-то вызов. Мне нужно было отправиться в шлем, чтобы голограмма Аманды сказала отправиться на ферму, чтобы поговорить с голограммой Деврима, которая сказала запустить миссию с карты. Это действительно так иммерсивно и дает такой эффект погружения в игру вау. Мой любимый момент в сюжетке тот, где я стоял на ферме перед физической Марой, и она говорит вам отправиться в шлем, чтобы поговорить с Марой голограммой. Вы когда-нибудь задумывались о том, что Мара просто не хочет видеть вас лично? В последнее время я думаю об этом. Много думаю. Мой любимый момент тогда, когда прилетев на ферму после гибели одного персонажа, Мара сначала стоит в одном месте, важном по сюжету, а затем телепортируется и снова появляется на своем обычном месте на ферме в 15 путах от меня. Я понимаю, что игра может просто не поддерживать анимацию NPC, движущихся вне боя, поэтому они выключаются и включаются в другом месте, но этот момент с Марой и использованием ею телепортации буквально на 50 метров вперед просто уморительный. Банжи, кажется, пора избавиться от противников, наносимый урон которых зависит от фреймрейта. На неделе, когда я это пишу, сумрачный налет является еще большим дерьмом, чем сумрачные поля сражений. Он полностью заполнен врагами, урон которых привязан к чистоте кадров. Например, турели кабал, дальние атаки мучителей, пулеметы кабал, чемпионы и так далее. С каждым из них по отдельности сражаться, конечно, неприятно, но обычно с этим все же можно справиться. Но по какой-то причине в каждой комнате этого нового налета есть толпы всех перечисленных врагов разом. Больше всего меня раздражает бой с мучителем и финальная комната с боссом, которая встречает нас 10 красными турелями и постоянно спамит молотилки и капсулы. И я всерьез задаюсь вопросом, тестирует ли Банжи изменение урона при производительности выше 60 кадров в секунду. Или им просто все равно. Скорее всего, полностью исправить эту проблему очень сложно. Или почти невозможно. Но это не оправдывает оставление подобных вещей в игре, а тем более добавление новых юнитов с такой механикой. Банжи – это не какая-то инди-студия с двумя разработчиками. Это многомиллиардная компания, у которой есть инструменты, ресурсы и время для устранения таких багов, существующих в игре годами. Мне кажется, что по этому вопросу темы на реддите создаются раз в каждые 6 месяцев или около того. Расчет урона, привязанный к кадрам, это какой-то зловещий мем, который горько и смешно видеть в ААА-проекте. Но есть ощущение, что все-таки это еще одна проблема, настолько глобальная и вшитая в несовершенный и старый движок игры, что ждать ее исправления не приходится. Как минимум не во время игрового года. Может быть с каким-то крупным дополнением, которое не просто добавляет контент, но и ставит проект на новые рельсы и внутренние механизмы, такое и произойдет. Но ответа от разработчиков пока попросту все еще нет. Это была 10-я тема по популярности за месяц с релиза «Конца света». Пишите в комментариях, как вам идея такого формата видео. Стоит ли ее развивать? Интересно ли слушать ключевые обсуждения сообщества за месяц или неделю? Спасибо за просмотр и до связи!